интернет и вообще вот это новое средство коммуникации это великое благо наверное это величайшее благо после того как люди выдумали телеграф телевизор телефон и так далее но трудно себе представить чтобы какая-то арабская намоленная набожная семья смотрела бы фильмы с обнаженными женщинами в кругу друзей я к слову или например если например в нормальной христианской семье вдруг фильм про двух геев которые там вместе и так далее или дети которые будут смотреть порнографии потому что взрослые смотрят мне кажется что закрывать интернет в мировом смысле нельзя но пока на сегодняшний день в разных цивилизациях в разных странах существуют свои уклады свои нравственные уклады мне кажется даже не религиозные нравственные и нужно создавать барьеры для воспитания детей для создавать такие программы чтобы они выявляли террористов договора о наркотиках об алкоголе а секс вот этих вот извращениях о всяких ужасах мне кажется что их надо преследовать и наказывать не только потому что они делают вред кому-то конкретно они меняют вообще в принципе нашу ментальность то есть в европе сегодня уже в христианском мире который имел инквизицию за инакомыслящее до крестовые воины они отошли от христианства настолько далеко что мы даже поражаемся это христианская доктрина которая собственно создала европу через по ватикан я был в ватикане я знаю как это все но это педофилию среди ватиканских служащих вот это вот отход от религии наркотики вот эти браки геев и так далее это же у них же все происходит они придумали какую-то новую формулу они отходят от чего от того что веками их создала мне кажется что вот в этой путанице лучше обезопачивать поставить какие-то фильтры на вот эти вот крыгольно враждебные моральному климату людей знаете вот очень важно вот есть семья которая живет в мире владу и согласия а есть семья которая постоянно находится в конфронтации друг с другом это совершенно разная энергетика мне кажется что надо как раз первую модель брать за основу как платформу и с ее точки зрения с ее ценности как-то фильтровать тему